Проблемы грязной воды из-под кранов в квартирах, переселение из аварийного жилья, благоустройство, новые дороги, возведение автовокзала. Об этом и не только говорили журналисты с заместителями главы Сургута и исполняющие обязанности мэра на итоговой пресс-конференции. Отчетное за год мероприятие впервые состоялось в подобном формате, когда с главными редакторами СМИ приехали пообщаться все первые лица администрации. Никогда не было и того, чтобы во время подобного общения зачитывали вопросы от жителей из социальных сетей. Дарья Давыдова и Денис Зонов послушали о достижениях Сургута за 12 месяцев. Подробности в следующем сюжете. Пресс-конференция команды Сургута, так итоговое мероприятие, на котором журналисты вместе с мэрией могли подвести итоги года, не называлось еще никогда. Обычно вопросы пресса адресовала главе города. В этот раз отвечали заместители руководителя муниципалитета и исполняющие обязанности градоначальника Анна Томазова. Нам удалось сохранить стабильность в экономике, привлечь 46 миллиардов инвестиций на уровне 2019 года. И очень важно по тем нацпроектам, напомню, 3 миллиарда 275 миллионов, это то, что реализовано было в городе по различным направлениям, особенно по тем программам, по которым традиционно жители оценивают, насколько комфортно им жить в городе, дороги, жилье, благоустройство, комфортная среда, наличие достаточных социальных объектов. Много вопросов было связано со строительством от жилья до социальных объектов. Например, сургутские власти получили новую возможность, чтобы переселять горожан из аварийных домов. Раньше взамен непригодных квартир предоставляли капитальные квадратные метры. Теперь людям можно выплатить компенсацию, и собственник сам решит, где и какое жилье ему покупать. В 2021 году будут корректировать генеральный план застройки Сургута. Его нужно привести в соответствие с современными реалиями. Спрашивали и о достижениях, с которыми заместители предстанут перед новым главой Сургута уже в январе. На следующий год мы открываем сургут и нового города. То же самое касается расселения. Вы знаете, что вопрос балков в Сургуте решили. Я считаю, что, наверное, в 21 веке, чуть в тех условиях, в которых жили люди, еще в 16-18 году, это просто недопустимо. Я говорю, у нас был святой долг, это просто закрытый. Ну, в основном, другие мунициплиеты, мы сделаем это первым. Одни месяцы первые. Проблема грязной воды из-под кранов в квартирах жителей впервые возникла. В конце августа власти Сургута от очевидного не отпирались и потратили много сил и литров, чтобы ситуацию исправить. Промыли сети, проверили оборудование в подвалах многоэтажек. Сегодня есть недочеты в жилом комплексе «Возрождение». Проблему обещают исправить до Нового года. То же самое на Студенческой улице. Там достаточно таких нехороших порывов, которые, в принципе, на сегодняшний день устранены. И также буквально день-два вода будет, скажем так, режим устоится и будет все в порядке. Так что, надеюсь, к Новому году, да не надеюсь, а задачу ставлю так свою службу, чтобы пока праздновать Нового года, такой проблем в квартирах наших жителей не было. Еще раз приношу свои свидетели. Власти отметили, что стараются и выполняют свои обязательства перед жителями. Например, договоренности, которых достигли с суркутянами из западного района города, близятся к 100%. Напомним, консенсус искали из-за возможности возведения автовокзала в районе Грибоедовской развязки. Дополнительные дороги, чтобы разгрузить магистраль, строят. Школы и детские сады тоже. В 2021-м будет закончен Крылов парк. Сейчас по данному вокзалу подпишена самая консессионная соглашение подписанного договора о медицинском участке. И с следующего года консессионер приступит к разработке правильной такой универсии. На пресс-конференции, которую проводила команда Сургут, озвучали и вопросы из социальных сетей. Жители кооператива Прибрежный пожаловались администрации на отключение электроэнергии в морозы. Заместитель, курирующий сферу ЖКХ Николай Кривцов, пояснил, что вопрос будет решен в ближайшие дни. И посоветовал председателям тех сотов и ДНТ, у которых не заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, подумать в этом направлении и передать сети кооперативов специализированным организациям. По такому пути пошли уже 36 товариществ. В Сургуте же дачных объединений больше 85. Договоры с ресурсниками гарантируют стабильность в подаче электроэнергии и оперативность в устранении ЧП в случае аварии. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.